Всем привет! Вы на канале Решу, меня зовут Ирина, и, похоже, формат этого канала постепенно меняется. Скоро будет полгода, как я уехала из России. Сейчас между мной и моей родной страной около 15 тысяч километров. И, к сожалению, многие россияне сейчас могут сказать, что между ними и их родной страной тоже сколько-то тысяч километров. Моему каналу 6 лет, и за это время преимущественно я выпускала видео для школьников и тех, кто готовится к ЕГЭ, ОГЭ, итоговому сочинению по русскому языку и немножко говорила о литературе. Но сейчас в связи с войной и с тем, что происходит с Россией, я не могу об этом больше говорить и не знаю, что об этом говорить, потому что думаю, что велика вероятность, что в скором времени ОГЭ, ЕГЭ, итогового сочинения совсем не будет, как и многого другого в России. Да, я продолжаю готовить к экзаменам тех, кто у меня сейчас на индивидуальном обучении, но что выпускать на канале, я не знаю и не хочу себя заставлять. Но мой предмет это русский язык, моя любовь это русский язык, и он не ограничивается ЕГЭ, ОГЭ или какими-то другими экзаменами. Он намного шире, и несмотря на то, что на моем канале уже более 600 видео, о многом я еще не рассказала. А если мне есть что сказать об экзаменах, я публикую это в своем телеграм-канале, для этого мне не надо снимать целое видео, просто пишу пост, выкладываю информацию, так что если для вас это актуально, то подписывайтесь, там вы мне, кстати, можете задавать вопросы. Здесь же на своем канале я хочу продолжать говорить о русском языке, но уже не в контексте ЕГЭ, ОГЭ, итогового сочинения, а просто говорить о том, как хорошо знать русский язык и как не забыть русский язык, будучи экспатом. Конечно, взрослому человеку сложно забыть язык, на котором человек говорил 20, 30, 40 лет, а вот ребенку очень просто забыть язык или начать его коверкать. Поэтому, если вы уехали из России, и особенно если вы уехали с детьми, то приглашаю вас остаться на моем канале, подписаться на него, если вы еще не подписаны, и вместе не давать себе забывать наш родной язык. Я понимаю, что те, кто уехал из России совсем недавно, после 21 сентября, еще об этом особо не задумывается, у вас, конечно же, первая задача это выжить, обеспечить себе жизнь, как-то питаться, работать и что-то вообще делать, но через какое-то время вопрос сохранения языка встанет, особенно если вы будете находиться в стране, где не говорят по-русски или большая часть населения не говорит по-русски. И тем более, если у вас появятся дети в стране, в которую вы уехали, то вопрос того, как же вырастить билингва, говорящего и по-русски, и по-английски, предположим, этот вопрос точно встанет. Я не хочу забрасывать этот канал, но и вы мучиваете себя что-то, о чем не хочу говорить, я тоже не хочу, поэтому буду делиться тем, что для меня сейчас актуально, ну и думаю, что для кого-то из вас тоже. Это вводное, организационное видео, никакую тему по русскому языку мы сейчас с вами разбирать не будем, но я очень жду от вас запросов, напишите, пожалуйста, в комментариях, что у вас сейчас волнует, какой вопрос, связанный с русским языком для вас сейчас актуален, обязательно с вами об этом поговорим. Ряд тем я уже обозначила в этом видео, думаю, постепенно они выстроятся в систему. Если среди ваших знакомых есть те, кто уехал, а я думаю, что сейчас у каждого много есть знакомых, кто уехал, то, пожалуйста, отправьте им это видео, пригласите их подписаться на мой канал, мне будет очень приятно, и надеюсь, что со временем у нас с вами здесь организуется сообщество, которое стремится сохранить русский язык, несмотря на все происходящее и несмотря на политику нашей родной страны. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, желаю всем сил, терпения, позитивного настроения, несмотря на все, будьтесь и решу, ведь я все решу. Удачи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok